На Медне трезвый уралец. Общественник из Первоуральска наведался с мобилой в новую утку, изнывающую под гнётом фунфурей. И воуче убедился в том, что в одном из местных продмагов, в Аленушке на улице партизан, совсем не по-партизански, даже не из-под прилавка, в открытую возле кассы, на видном месте красуется большая картонная коробка с мерзавчиками. Вот, смотри, сколько коробочек здесь стоит. Просто в нагрю. Стопсет. На кассе стоит что-то. Ещё восемь таких же коробок со спиртягой двойного назначения народный контролёр заприметил под прилавком. Впрочем, вскоре эти самые ящики парень были на стати, дерзнём предположить, что это был братец Иванушка, спрятал в подсобке у Аленушки. Вероятно, весьма ходовой товар. Вскоре туда же ушла и белокурая, хозяйка торговой точки, по виду совсем не похожая на сказочно-темноволосую Воснецовскую Аленушку. Куда же хозяйка? Куда вы убегаете-то? Попытки трезвого уральца, общественника из Первоуральска, достучаться до сознания магазинчиков успехом не увенчалось. Девушка, а почему торгуете спиртного? Это не спирт. А что это? Дезинфицирующее средство. Вы же знаете, для чего они берут алкоголики? Ноги растирать? А? Девушка, покрывайте. Скажите, вам самой тебе не стыдно, что они спаивают людей? Естественно, в расхожую антинародную сказку о том, что стоп-сет якобы мужики по вечерам уносят из Аленушки в отопыленных карманах телогреек, чтобы жен своих дома порадовать антисептическим препаратом, что называется для дома для семьи. В новой утки давно уже никто не верит. Местные алкаши эти фунфури опорожняют вовнутрь. И никакой управы на магазинчиков. Вероятно, от такого обилия фунфурей их общественник обнаружил 411 штук. Даже граф Ягужинский пришел бы в отчаяние, когда в 1758 ему достался в залог казенный чугунно-плавильный завод. В этой самой новой утке. Правда, его сиятельство вскоре заводец тот перепродал уральскому заводчику Саве Якоблеву. А у того, говорят, было строго, не забалуешь. Трезвые уральские общественники, вероятно, где-то в глубине своих душ жалеют, что нынче публичная порка магазинчиков, торгующих из-под прилавков фунфериками. Дальше слов и вызова полиции не идет. Ведь никого кнутом за спаивание народа прилюдно на площади не отодрать. Вот магазинчики и творят, что хотят. Кстати, на той же улице партизан, в ларьке напротив, народный контролер обнаружил почти дюжину пачек партизанских сигарет, которых, кажется, в России их марку. Никто даже не знает. Это, конечно, не спиртяга, настоянная на химии, лучшая подружка цирроза печени, но тоже фиг его знает, что там в табак намешали. И что удивительно, и этот ларек тоже с паленными папиросками принадлежит той же белокурой и пешнице Аленушки.